Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем специальную серию интервью. Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто работает в кадре, кто работает для вас. Он увидел все новосибирские театральные премьеры последних лет, побывал, пожалуй, за кулисами всех концертных площадок Новосибирска. И теперь интересно рассказывает об этом в своей программе «Культурный максимум» на УТС. Алексей Кудинов сегодня гость нашего эфира. Леш, привет! Алексей Кудинов – автор и ведущий программы «Культурный максимум». Родился в Новосибирске, в журналистике 23 года. Начинал работу корреспондентом в школьной газете на телевидении с 2004 года. Работы отмечены профессиональными наградами. Многократный победитель и финалист конкурса «Новосибирск глазами СМИ». Победитель губернаторского конкурса в сфере журналистики «Литера». Неоднократно входил в независимый топ-10 лучших журналистов Новосибирска. Награжден премией Министерства культуры Новосибирской области. Обладатель ведомственных наград и медалей Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России, внутренних войск МВД Российской Федерации и других. Ты относительно недавно работаешь на телеканале ОТС, но в культурной тематике гораздо дольше. Расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь на телевидении и помнишь ли ты свою первую съемку? Путь мой на телевидении начинался не просто так. Я уже несколько лет работал в газете до этого. Это был такой осознанный шаг в будущее. Со школьных лет? Ну да, то есть со школьных лет я работаю в печатной прессе, в газетах, в журналах. Вот у нас, кстати, есть выпуски. Да, вот у меня там есть школьная газета, называется «Бригантина». Там я в качестве юнкора осваивал первые азы какие-то, делал первые шаги в журналистике, с восьмого класса писал статьи, потом, как только я закончил школу, я начал работать. То есть я, в принципе, с 18 лет, я работаю в штате каких-то СМИ, и мне даже пришлось пожертвовать таким фундаментальным образованием в области филологии. И я работал в газете «Вечерний Новосибирск» еще до того, как она превратилась в НРУ, наша дружественная СМИ, и как-то однажды мне захотелось сменить профессию. Я написал, позвонил, и на следующий день уже поехал на свою первую съемку. Это была съемка, насколько я помню, какого-то небольшого чемпионата по спортивной гимнастике. Я у своих коллег, у наших коллег, практически у всех спрашиваю, тебе в самом начале пути телевизионном, какой представлялась жизнь телевизионщика по ту сторону экрана? В начале 2000-х газетная журналистика была достаточно на подъеме в Новосибирске, и, в общем, было престижно работать в газете. Но я видел несколько иное отношение к телевизионщикам. То есть, когда ты приезжаешь просто с блокнотом, с диктофоном на какое-то мероприятие, это одно. Когда ты приезжаешь с оператором, у тебя, может быть, есть еще осветитель, у тебя есть красивый микрофон, тебя совершенно по-другому встречают. То есть, какой-то вот такой флёр, телевидение, это что-то очень серьезное, это что-то такое недоступное обычным смертным и даже обычным журналистам он существовал. Ну, не могу сказать, что у меня были какие-то мифы по отношению к профессии. То есть, я, в общем, представлял, как работаю журналистом и оправдал. Чему научила работа на телевидении? Какие качества характера проявились ярче? В первую очередь, это, наверное, собранность. Работая в газете, ты живешь в одном графике, например, в недельном, если это не еженедельная газета, если это журнал, ты можешь статью писать два месяца какой-нибудь. А работа на телевидении – это постоянная работа в цейкноте. И организация своей работы, организация своего времени – это, наверное, самое главное качество, которое мне пришло в себе воспитать, прокачивать и так далее, чтобы остаться, задержаться в этой профессии, остаться на телевидении. Тебя узнают на улицах? Первое время меня узнавали, я как-то это вот отмечал для себя. Да, как-то. Обычно такая сложная ситуация бывает, когда меня встречают какие-то старые знакомые, например, учителя или бывшие соседи, которые говорят или говорили раньше, вот мы тебя по телевизору видели, и повисает пауза. И думаешь, ну что отвечать? Да, это был я. Я похож, да, я спрашиваю, как похож? И как бы перекидывал мячик на сторону собеседника, и пока тот думал над ответом, я обычно уходил. Да, на улицах… Петер. Ну, пришлось вырабатывать все-таки 17-й год профессии, вырабатывать какие-то защитные механизмы. Я не пошел на телевидение за какой-то славой. Я не могу сказать, что я пошел работать, что меня узнавали на улицах, брали автографы. А что ты считаешь самой главной наградой для журналиста? Внимание и интерес зрителей, аудитории. При этом аудиторию я делюсь все-таки на две части. Это, скажем так, какой-то массовый зритель, который случайно включил телеканал УТС и увидел кусочек моей программы, и сказал, о, да, интересно, вот там мне рассказали, как болторно работать с саксофоном. И это здорово, когда я смог эту аудиторию поймать, она не переключилась на какой-нибудь другой канал и не смотрела мой сюжет до конца. И аудитория профессионалов, которые иногда звонят, пишут в соцсетях, говорят, мы видели твою программу, нормально, хорошо, здорово. Тема культуры, она тебя нашла? Или это та тема, которая тебя всегда как-то вот интересовала? Ну, наверное, в общем-то, какое-то было движение на встречу друг к другу. Я приходил уже на листику спортивную. То есть я сначала, вот, мое первое такое большое место работы, это пресс-служба футбольного клуба «Чекаловец», где я выпускал клубную газету. А потом я приходил в газеты, там тоже я писал о спорте, о молодежи и так далее. Но иногда меня посылали на какие-то культурные, скажем так, события, заменить кого-нибудь, просто когда рук лишних не хватало. И мне, в общем-то, это нравилось. И на телевидении точно так же происходило. Я первые лет 7-8 снимал «Мне культуру». Но иногда оказывался рядом с мастер-катсом. Случайно, под меня и коллег. Это вот с одной стороны было движение. А с другой стороны, я с детства занимался музыкой, играл в театре, там, в сцене театра «Колбус». Я выступал в мускомедии, в октябрьской революции, пел в хоре, сделал свои постановки, играл в КВН, тренировал всякие школьные команды КВНовские и так далее. То есть вот творческие, да, различные виды творчества, они все время присутствовали в моей жизни. У меня есть там музыкальное образование. И вот как-то так в один момент получилось, что на моем прошлом месте работы уволились все люди, которые занимались культурой, поставили меня, сказали, «Кудинов, а давай». Ну, вроде бы, как-то неплохо получилось. Это вот моя любимая тема, мне очень нравится. Вот такой зигзак профессиональной судьбы. Сейчас ты ведешь на ОТС программу «Культурный максимум». Программа еженедельная, и даже сейчас, несмотря на особые условия, вот в последние месяцы программа не потеряла своей периодичности и содержательности. Жизнь ушла в онлайн, сюжеты тоже. Как выкручиваетесь? Ну, я все-таки стараюсь, во-первых, чтобы в каждой программе у меня был в кадре живой человек, которого мы снимем вместе с нашими операторами. То есть встреча происходит. Да, хотя бы одна встреча происходила. Вот этот вот переход в онлайн, он научил многих людей новым технологиям, он сделал их более мобильными. Я сегодня с утра звонил замечательному кинорежиссеру и попросил записаться мне и прислать через WhatsApp видео. И это видео вечером пойдет в эфир. Это удобно. И тут вот главное, чтобы совсем не погрязнуть в этом онлайне, а то обленюсь и буду все это дистанционно снимать. Из кабинета. Да. Хотя, конечно, очень плохо без событий, без премьеры, без открытия выставок. Я все-таки в первую очередь репортер. Мне нужно события. Мне нужно куда-то приехать, что-то посмотреть, оказаться в гуще. А этого сейчас не хватает. Ну, выкручиваемся. Сейчас у нас время небольшого блица. После мы продолжим. Блиц – это пять коротких вопросов. Отвечать нужно быстро, коротко. Начинаем? Попробуем. Твоя главная личная победа? Дети, семья. Спорить или согласиться? Спорить. Понедельник или выходной? Поднедельник. Продолжи, пожалуйста, фразы. Если кто-то делает неправильное ударение в словах? Я бешусь, если это слово «торты», «звонит» или что-то такое. Ну, а все мы делаем иногда неправильное ударение в словах. Если это слова менее употребимые, если не такие большие ляпы, то ничего страшного. Прочу. Ну, «торты» не прощу. Ага. И, наконец, счастье – это? Реализация хотя бы в нескольких сферах жизни. То есть вот та же самая семья, работа, спорт, у кого что, искусство. В нескольких сферах. В одном реализуешься, тоже редко бывает, в виде счастлива, как-то, куда-то. Только художник он, и все, и ничего нет. Спасибо. И вот мы так плавно и очень логично, ты мне здесь тоже помог, переходим к закулисью твоей жизни. Скажи, пожалуйста, кто твоя группа поддержки? Где вы познакомились с супругой, кто она по профессии? И вот так много, да, сразу вопросов. Как относится к твоему ненормированному рабочему графику? Отвечать буду с конца. Относится, конечно, с одной стороны с пониманием, с другой стороны без особого восторга, потому что когда вечером супруга пишет мне смс-очку, когда ты будешь домой, я могу ответить. Писать, например, в 9 часов вечера, приехать в 11, как вот там вчера случилось. Ну, мало какая супруга или супруг будет доволен этим, да. Ну, с другой стороны, с пониманием, супруга понимает, что знает, где я работаю, не знаю, за кого ходила замуж, я уже тогда был журналистом, работала на телевидении. Познакомились мы, в общем, как это ни странно, в школе. Мы учились вместе в старших классах. Правда, что-то у нас закрутилось уже после школы, уже во время, к этому учились в разных институтах. Не сразу. Она у меня по профессии, специалист по международным отношениям. Серьезно? Сейчас, да, международник. Мне очень удобно с ней бывать где-нибудь за границей, потому что она работает переводчиком. Ну, и, в принципе, занимается в основном переводами в банковской, экономической сфере и так далее. работает переводчиком. Сейчас декретим. Расскажи, пожалуйста, про своих детей. Похвастайся. Ну, я в этом смысле человек счастливый. У меня есть сын. Прекрасный папа. Да. Сын, который очень круто изменил мою жизнь. На самом деле, пока детей нет, человек существует совершенно иначе, чем когда у него появляются дети. Тогда ты... Ну, не у всех, наверное, да? Но у меня круто сменились какие-то жизненные ориентиры. У хороших родителей, как правило, да. Меняется и в такую сторону. Ответственность и осмысление даже и себя в этой жизни. Правильно? Ну, наверное, да. Ну, то есть мне хочется верить, что я хороший папа. Но я так про себя думаю. Вот. Да, у меня есть сын, который сейчас пойдет в школу в сентябре. Есть дочка еще совсем маленькая, и скоро будет два года. Ну, прелесть. Да, я, в общем, сын и дочка. Тут, в общем-то, какая-то программа минимум выполнена. Вот. Прихожу домой, даже если очень сильно устал и ничего не понимаю уже, где я нахожусь, что происходит. Хочешь, не хочешь, начинаешь играть, начинаешь там петь песенки, и в селлофоне что-то делать. Хороший папа. Ну, вот по-разному. Для меня важно. Еще у нас сегодня есть твоя личная коллекция предметов, вещей, которые очень дороги сердцу. Я предлагаю начать, наверное, с твоего увлечения фотографией, да еще и какие-то необычные объективы ты используешь. Да, я тут, в общем, не могу назвать себя фотографом, хотя фотографирую много. Но многие считают себя и очень хорошим фотографом. Ну. Вот что. Я просто всегда с собой беру, так сказать, фотокамеру. Постоянно у меня лежит в рюкзаке фотоаппарат, и во время съемок я что-то снимаю, и, в общем, очень много кадров уникальных, потому что съемки бывают уникальные, и никого, кроме меня, с фотоаппаратом не оказывается. Это вот часть моего увлечения. Я не совсем нормальный фотограф, но нормальные фотографы, они зарабатывают деньги на свадьбах, а все остальные фотографы, они ненормальные. Экспериментируют и ищут себя. Да, несколько лет назад я занялся такой историей, как сопряжение современной фотоаптики с мануальными объективами советскими. Я снимаю на то, на что снимать, в общем-то, не принято, на что не снимают. Ну, то есть я беру, зону говоря, какой-нибудь зенит, покупаю на блошином рынке, и отвечаю на объектив, и применчиваю к своему современному фотоаппарату. Это самое простое. Что, до инженерной мысли? Да, вот это объектив. Вот это ты в кого такой изобретатель? А вот как-то сам. Это объектив от диапроектора, лети 60, на который я умею фотографировать. Это объектив от фотоувеличителя. Однажды я на каком-то семейном торжестве поспорил с родственниками. Говорю, хотите, я сфотографирую на фотоувеличителем? Говорю, да, на ерунда. Я взял фотоувеличитель, его разобрал, прикрутил кольца, и вот прикрутил эту штучку к фотоаппарату и сделал несколько снимков. Это интересно. Тут интересно не получить качественную фотографию, а, скажем так, спортивный интерес, доказать, что это возможно. Взять что-нибудь, на что снимать невозможно, что-то, что уже выкинуто на свалку истории, придумать, как это привинтить на современный фотоаппарат и получить интересные изображения. А еще у тебя интерес есть к... Да, к пластинкам. Я так понимаю, что я, наверное, увлекаюсь стариной, скоро начну коллекционировать адеквариат. Слушай, ну это так интересно, это на самом деле необычно. И самое главное, дорогие телезрители, все это слушается. Не просто где-то лежит в качестве коллекции. Я не собираю это как коллекцию, да, то есть я не охочу за какими-то редкими изображениями. При этом уже около 200 у тебя пластинок. Да. Мне просто нравится виниловый звук. У меня хорошая виниловая аудиосистема. Он живой. Мне нравится возможность достать пластинку и вот потрогать ее, поставить иголочку. Конечно, что-то в этом есть. Контакт, да. Потом вот конверт от пластинки, он тоже является носительной информацией. Да, вот здесь вот, например, замечательный Питер Донахилл, пианист, который участвовал, и был одним из победителей конкурса Чайковского. Он на одной из съемок, мы с ним, в общем, встретились, пообщались. У меня было, выходило с ним интервью. Он оставил мне автограф вот такой прямо на конвертике. Хотя я автографы не собираю, но приятно. Да, я когда слушаю эту пластинку, я теперь понимаю, что я знаком с тем человеком, который здесь солирует. Леш, есть ли у тебя человек, на кого ты ориентируешься в жизни, с кого берешь пример? Ну, вот сказать, что у меня есть прям один какой-то метроном, наверное, неправильно. Мне, конечно, важно мнение моей семьи, моей мамы, моей бабушки, которая мне привела любовь к музыке, водила меня в музыкальную школу, знакомила меня с Архманем. Бабушке как приятно сейчас слушать. Бабушка, да, у меня доцент, в общем, серьезный человек, преподатель на чертахе, на геометрах. Прекрасно. Сама играет на фортепиано. И вот, наверное, семья, может быть, несколько друзей, которые вдумчиво смотрят, анализируют, мне пишут какие-то комментарии в моей программе. Два-три человека из такой артистической, музыкальной среды. Один дирижер, один пианист и так далее. Ну, вот их немного, этих людей, наверное, человек. Десять. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Пожалуйста. И, дорогие телезрители, еще есть сюрприз от Алексея Кудинова. Сюрприз музыкальный. В городке периферина Отдает весна бензином Древнесладко замороченный народ И редеет мгла над трассой, На которой белой краской Написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая Ты моя, милая Эта надпись красивая Смотрит в окна твои Может, надпись счастливая Марта хранимая Будет им, как в пути моя Пусть потерпит Гай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова